Девушки отдыхают Который открыт для всех, не только для тех, которые учатся постоянно в нашей бизнес-школе, но и для любого госта. Я вижу много людей из церкви и вам, конечно, очень-очень рады. К нам приехал, чтобы быть с нами сегодня и завтра, и тоже на собранных воскресенье, очень-очень драгоценный гост, который приехал издали из Америки, из штата Флорида. Его зовут Саймон Т. Бейли. И давайте мы просто приветствуем, Саймон, could you stand up a second, you know? Давайте мы по-русски приветствуем его. Саймон, он ездит буквально по всему миру и делает семинары. Он был на шесть континентов и учил, и преподавал, и в разных местах, иногда в церквях, иногда просто в светских местах. Он очень известный человек, он был одним из лидеров в компании Disney, которую мы все знаем. И он сам бизнесмен и интерпренер уже десять лет. И он третье поколение, три поколения пред его был пасторов, что там есть хорошие корни тоже насчет Евангелия и насчет Божьей церкви. Саймон, он тоже, он мастер по теологии, что он научился не только бизнес, но тоже хорошо знает христианскую теологию и Библию. Он написал семь разных книг, и мы очень-очень рады за то, что он здесь. И он сказал, что он любит Бога. И это тоже, наверное, лучшее качество, которое может быть в жизни человека. Что, дорогой Саймон, мы очень-очень рады за то, что вы к нам сегодня. И вы знаете, что не бывает более гостеприимные люди в этом мире, чем русские. Правда. И мы очень ценным дар вашей жизни, и мы ждали сегодняшний вечер и завтра. И мы с ожиданием тоже готовы принять все, что в вашем сердце учит нас сейчас. Пожалуйста. Привет. I worked so hard on trying to say that. First of all, how many of you love and appreciate Pastor Мацулла and Pastor Ранди? Well, I am excited to be here. Let's go to the next slide. 21 years ago 21 год назад This young lady saw me at a church's singles banquet Эта девушка увидела меня на банкете в церкви для одиноких, неженатых людей And she walked into the room, and she just had to have me Она зашла в зал, и она просто должна была как бы завладеть мною So I decided to marry her and put her out of her misery Now if you ever meet her, don't tell her that I'm sharing this story. This is just between us Но если вы встретите ее когда-нибудь, не рассказывайте, что я говорил эту историю, это между нами хорошо But Rene is the love of my life Но Rene это любовь в моей жизни She is the best thing that's ever happened to me Она лучше, что когда-либо происходило со мной And we have been married for 20 years Our son Daniel is 13 now And Madison, our daughter, is 10 And our new addition to the family is Max, the teacup, Maltese It's like having, when you have a dog, you have another child But I will take a few moments just to share with you a little bit about my background and my story And then I want to get into the lesson Я уделю несколько минут тому, чтобы рассказать немножко о своей жизни, о своей истории И потом мы перейдем к уроку When I was 14 years old, I had a dream Когда мне было 14 лет, у меня была мечта That I was soaring higher and higher Что я парю все выше и выше Soaring, flying, flying Извините, это был сон, что я парю все выше и выше And as long as I looked up И пока я смотрел наверх I continued to fly up Я продолжал лететь вверх But if I looked down Но когда я смотрел вниз I would come down То я начинал опускаться вниз And at 14 years of age И в возрасте 14 лет This dream did not make sense to me Этот сон для меня как бы не имел смысла However, some 30 years later Однако, примерно через 30 лет After working in a number of different places Работая уже во многих различных местах Understanding God's Word Понимая Божье Слово Looking at the economic situation globally Смотря на экономическую ситуацию глобально And realizing this is the best time to be in the world at this point И осознавая, что это лучшее время, когда можно быть в этом мире в это время The dream totally made sense Тогда этот сон приобрел смысл For the next few moments we have together В следующие несколько моментов, которые у нас будут вместе I want to share with you about the mindset of success Я хотел бы поделиться с вами и рассказать про образ мышления успеха And I want to start with this sentence И я хотел бы начать с этого предложения When it is time for you Когда приходит время для вас To step into your power and your potential Войти в свою силу, власть, свой потенциал В бизнесе или В жизни или В жизни или На рынке Вы достигнете такого вот места Где вам станет некомфортно Being comfortable Находиться в зоне комфорта Вы придете к такому месту, где вы будете неудовлетворены Being satisfied Находиться в зоне довольства И что-то в вас будет говорить Я рожден для чего-то большего Я работал для корпорации Дисней в течение 7 лет И когда вы работаете на Диснея, то правило Микки Мауса, это номер один Что никогда не говори со средствами массовой информации Однажды я нарушил это правило И журналист сказал мне, Саймон А где ты видишь себя через 10-15 лет? И я сказал, что я вижу себя как президента или исполнительного директора Дисней Волда И, в конце концов, старшим компанией Дисней И журналист, этот журналист все это опубликовал И история опубликована, и мой босс зовет меня в офис И он говорит, ты что, с ума сошел? Я сказал, да И наш отдел человеческих ресурсов Или отдел, отдел кадров Пришли они ко мне, записали какую-то и положили эту надпись в мой файл Они не были очень рады мне И примерно через год после этой большой ошибки И здесь, конечно, было немного примешано и эго Я решил, что я более всего заинтересован Оставить Дисней И когда я уже собрался оставить Дисней Я выставил свое резюме на люди Потому что я не был уверен, хочу ли я начать бизнес, или хочу отправиться работать И вот что я обнаружил Работа — это то, за что тебе платят, что ты делаешь Но высвобождать свою яркость — это то, для чего ты был создан И когда ты высвобождаешь свою яркость Свой потенциал Свою гениальность То, что делает тебя уникальным Особенным Недостаточно денег в этом мире Чтобы оплатить то, что ты такой яркий Ты не был рожден в яркости Извините, вы были врождены в яркости, чтобы быть яркими И когда вы действуете вот в этой яркости Тогда вы развиваете образ мышления Который говорит, да Это то, кем я являюсь И всякий раз, когда вы Делаете то, что вы делаете На самом деле очень хорошо Тогда все это становится легко И это усиливает в тебе Понимание, что я родился Именно делать это Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто переживает трудности С тем, чтобы любить то, что он делает Этот человек всегда жалуется, жалуется и жалуется И никогда у него нет ничего хорошего сказать О своем бизнесе О своей работе О своей жизни Этот человек не делает То, что должен был бы делать Но делает то, что он вынужден делать В моей жизни Были времена Когда я был вынужден делать То, чего я не хотел делать Но я осознал Что это было все частью Бога Который обострял В мою жизнь Начнем же с образа мышления успеха Следующий слайд Один из фактов, который известен людям Как тренировать слона An elephant that is taken from Southeast Asia И слон, который взят из Юго-Восточной Азии From the wild Из диких мест Привезен на территорию Где слоны подчиняются Вместе с другими рабочими слонами Они обвязывают ногу слона цепью И эта цепь привязывается к шесту, который прибит к земле И для того, чтобы сломить этого слона Они используют специальный кнут для слона, чтобы бить его И покорять Слон же Не знает Что здесь есть сила Что у него есть сила выдернуть этот шест земли Потому что шест не настолько силен, как слон Но из-за повторения И состояния ума Слон боится за свою жизнь Он боится, что у него не будет еды Не будет жизни И в конце концов он подчиняется И теперь образ его мышления обусловлен Тем, что когда я подчиняюсь Меня награждают Но когда я не подчиняюсь Меня бьют Вот такое умственное состояние Заставляет этого слона Жить ниже Своего потенциала Своей силы Представьте же слона У которого есть семья И он будет распространять Воспроизводить Такое же образ мышления, как он сам был воспитан И вот она, большая идея для вас Кем вы станете Тем вы сейчас становитесь Каждый отдельный день Вы создаете свое будущее Я подойду сюда к доске Итак, когда вы думаете о себе Когда Бог создал вас Он вложил в вас Желания Мечты Способность То, что только вы можете делать Затем, что он делает Он связывает вас С другими людьми И будучи связанными с другими людьми Они узнают тот потенциал, который есть в вас И дают вам возможность Справиться вам с чем-то наилучшим образом Никто здесь вас остановить не может Кроме вас самих Что я обнаружил Работая с тысячей организациями На шести континентах За последние десять лет Следующее Дело не в том, кто вы Что удерживает вас О чем вы думаете, что вы этим не являетесь Вот что удерживает вас Если у вас есть сила и потенциал Бриллиант и гениальность Быть успешным И иметь образ мышления Тогда все люди Которые должны помогать вам Появятся и помогут вам Добраться до места Который называется там Тогда вопрос такой А где это там? Там Это вот здесь Но я не добираюсь туда Пока я не приду туда Вот именно вот внутри, здесь А как я могу попасть туда Вот здесь Принцип номер один Я должен записать свое видение Величайшая трагедия в жизни Не слепота Величайшая трагедия в жизни И иметь зрение Но не иметь видение Так много людей ходят каждый день Они видят Но не видят То, что на самом деле происходит Я предлагаю вам, дамы и господа Самый сильный Самый сильный экран кино В мире Больше какого-либо фильма Который вы только видели Это экран кино Вашего воображения Все, что существует На поверхности этой земли Это кресло, на котором вы сидите Это ковровое покрытие Свет, лампы Вот эта сцена Стол И салфетка Стакан Вот эта книга Книга Сначала была семенем В воображении Творца Затем После того, как Творец увидел это Он или она Должны были написать Записать Вот это здание Сначала началось Как проект Архитектор Начал чертить Сколько кресел Как будет висеть свет Измерения Стороны И потом вдруг, когда уже вся эта архитектура была продумана Тогда он передает проект строительной компании И строительная команда Идет и требует Все материалы Чтобы построить это прекрасное здание Каким оно является сегодня И мой вопрос к вам А какое у вас видение? Это принцип номер один Потому что та картинка, которая есть в вашем разуме Она и произойдет со временем Но она начинается С того, что я вижу Потому что если вы этого не видите никогда То я за вас этого видеть не смогу Поэтому возвращаясь к тому возрасту Четырнадцати лет Когда мне приснился тот сон Как я летаю Я начал его записывать Я должен сказать что-то очень важное Я верю Что Бог Никогда бы вам не дал Желание Образа Или картины Чего-либо Если бы вы уже не обладали Способностью Исполнить, чтобы это произошло Очень важный принцип Почему Зачем Богу Мучить вас Дразнить вас тем Что вы не можете иметь Но все начинается С того, как мы перенимаем из невидимого И приносим в видимое Давайте подумаем о Библии на минутку В книге Бытия Вы знакомы с историей Иосифа Иосиф, которому было семнадцать лет Ему снился сон Он рассказывает этот сон Но сон, который он рассказывает Когда он начинает уже как бы Переживать это в своей жизни Все выглядит противоположным А о том, что он видел Но при этом ему все равно надо было пройти это Согласны? И пока он все это проходил Через какое-то время Этот сон Он превратился в видение Но вот что я хочу, чтобы вы уловили Сон Иосифа О котором он говорил Который он записал Был не только лишь о нем И его сон был о его семье И о всем народе Если ваш сон, ваша мечта только о вас Тогда ваша мечта слишком маленькая Но если ваша мечта помогает другим И еще другим Тогда все возможно Насколько велико вы можете мечтать? Вы не служите маленькому Богу Вы служите большому Богу И вот почему я хочу, чтобы у вас была мечта Вот почему я хочу, чтобы у вас было видение According to the latest global census И в соответствии с последними глобальными научными данными There are 7 billion people on the planet Существует 7 миллиардов человек на планете There is approximately 2.1 2.1 Or 2.2 billion Или 2.2 миллиарда That are Christians 15% Of that 2.1 2.2 billion Вот этой цифры 2.1 Или 2.2 миллиарда человек Have been called To equip the church As pastors Evangelists Apostles Teachers The fivefold ministry But then the question is What about the other 85%? I submit to you That those that are part of the 85% Which I believe it's us Are called to impact the marketplace If you are a Christian here in Moscow If you are a Christian here in Moscow In business for yourself Your business is supposed to be the best in the country It's supposed to be the top It's supposed to be number one Your competition should eat your dust True Yes 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 I don't come with Nothing to fool you Do you believe that? Do you have a vision For the best This is what the Lord Begin to show me As I was preparing for tonight How many of you By show of hands Remember the movie The Karate Kid The Karate Kid Karate Kid In the movie The Karate Kid There is a teacher named Mr. Miyagi Wax on Wax off And what the whole lesson In the movie was Is that Daniel, this young man Started as an apprentice Then he moved to the intermediate level Of learning And then finally he moved to the level Of mastery There are some of you That are here today Where you might be in the stage Of an apprenticeship In your business Where you might be in the stage Of an apprenticeship In your business And I submit to you That everything you might be doing right now That everything you might be doing right now Doesn't make a lot of sense Me кажется вам особо несущим смысл I see that some of you may have A number of plates Spinning at the same time Я вижу, что у некоторых из вас Может быть, есть несколько тарелок Которые крутятся одновременно И становится иногда трудно И иногда становится тяжело Чтобы подкручивать все эти тарелки Но есть одно, что я хочу, чтобы вы помнили Никогда не забывайте видение Которое вы записали Потому что оно истинно исполнится Но оно основывается на вашей верности На вашем постоянстве И на вашем желании Чтобы оно исполнилось Тогда в следующей стадии Стадии уже среднего уровня Где вы уже возросли Вы обнаружили что-то И то, что я обнаружил в бизнесе Эта стадия очень критична Потому что вы переживаете падение И здесь один из самых важных уроков Который мы должны принять В этой глобальной экономике Что падение — это еще не конец Падение — это лишь Как бы ответность Обратная связь Я повторю Очень важно Так многие люди хотят говорить О образе мышления успеха Но никто не говорит о падении Падение — это твой друг Не твой враг И падение — это нечто яркое Яркая возможность Для роста Падение приходит для того Чтобы дать тебе обратную связь Чтобы тебе дать знать Что может быть время Урегулировать Но не сдаться Вот еще что В словаре Падение Приходит До Падение Стоит до Слова Успех То есть вот в этом среднем уровне Я должен принимать падение Я должен открыть себя для падения Я должен радоваться падениям Я должен принять падение И я должен вернуться к этому чертежу И сказать А что мне нужно делать сейчас Чтобы пройти дальше Пройти вперед Это падение По направлению к успеху Позвольте мне дать вам принцип номер два После того, как я запишу Или запишу все это Я хочу, чтобы вы стали читать Вы, наверное, скажете А что тут читать? Я хочу, чтобы вы читали то, что вы написали Всякий раз Когда вы читаете свое видение Я хочу, чтобы вы находили место из Писания в Библии Которое поддерживает ваше видение И вы читаете свое видение И обогащает видение И вы при этом читаете Слово Вы читаете Слово Вы читаете видение Потому что Слово Божье Становится топливом Для развития веры В видении Поэтому, когда вы начинаете браться за Слово Божье Слово Божье оживает И говорит, это видение Не просто останется На листочке Но оно исполнится Поэтому, когда я говорю, я могу делать Все в укрепляющем меня Христе Тогда это укрепляет меня Я говорю Я не могу сделать, чтобы этот бизнес работал Своей усилой Но в силе Божьей Я могу это Я не могу остановить Я не могу остановить Я не могу сместить Я номер один Я яркий Я помазанный Я сильный И никто не может меня остановить Из-за того, что кто я И чей я И когда вы ходите с таким образом мышления и веры Вы переходите на третий уровень И это уже мастерский уровень Человек, достигающий уровень мастера Он или она уделяет время Тому, чтобы слушать больше, чем говорить Чтобы спрашивать, а не просто сообщать Давать, а не просто принимать Понимать Когда я действую На уровне мастера в бизнесе То здесь дело не в том, что я могу взять от тебя Но дело в том, что я могу дать тебе И когда я выбираю Благословлять тебя больше Тогда Соответственно с моим карманом И возможности начнут находить меня Потому что теперь можно мне доверять Потому что здесь дело не во мне Дело здесь в тебе И когда я ищу возможность Чтобы сделать все дело в тебе То по истечении времени Может подняться некая коррупция И мне здесь не надо разочаровываться Из-за того, что кто-то перепрыгнул меня Чтобы сделать сделку Потому что заплатили под столом Я действую в целостности И в честности и в силе Божьей Что Бог и записывает на небе На мой счет И если я делаю правильное В правильном духе Поклоняясь Ему Почитая Его Бог сказал В Исаии 45.3 Я дам тебе сокровища тьмы И скрытые богатства В тайных местах Бог знает Где все деньги Здесь в Матушке России Бог знает Где все бриллианты И вся нефть Здесь в Матушке России Бог знает И Он откроет Тем У кого есть ухо слышать Сердце, чтобы делиться И Дух, чтобы давать Он разбудит тебя В 3 утра И скажет Завтра Отправляйся На Красную площадь Встань вот на этом углу И ты скажешь Зачем? Почему? И ты увидишь кого-то Кто придет К тому же месту Прямо туда Но Он туда придет Только после того, как ты туда придешь И когда ты туда придешь И Он покажется И это станет Божественной встречей Потому что когда ты переходишь В стадию мастера Ты входишь в поток И поток говорит Мне не нужно что-то силой делать Мне не нужно что-то заставлять делать Мне не нужно стучать головой об стену Чтобы сделки начали приходить на мой путь Я расслаблен И я открыт Дух Святой Что я должен делать? И потом вдруг Он дает наставление И ты начинаешь двигаться И затем одно собрание Лидит к другой встрече Лидит к третьей встрече И также что-то между ними Надо работать Потому что жизнь Это не что-то бесплатное И это время между одной встречей И другой встречей Может быть целым годом Но это нормально Я это иду Я прохожу Немного понемногу И Бог говорит Что когда ты верен в малом Ты становишься верным над многим И ты входишь в это место мастера Итак, принцип номер один Я записываю Принцип номер два Я читаю И принцип номер три Я это произношу Я говорю Когда смотришь на книгу Бытие То в Бытие в первой главе Говорится И сказал Бог И сказал Бог И сказал Бог И затем сказано И увидел Бог Все Что Он сказал Если продолжать дальше читать Бытие 1 Сказано Что Бог сотворил человека По образу своему По подобию своему Итак, сейчас нам Мы представлены В то, как Бог творит Бог Загружает в человека Свою операционную систему И операционная система Божья Она как бы и дает тебе существовать Она существует в тебе И причина, почему это место называется Слово жизни Это потому, что ваша операционная система Живет На вербальном софте Который называется слова Поэтому, когда слова Жизни слова Они загружаются в нас В мое сердце И тогда мой драйвер Сердце и сберегает Мою систему драйвера сердца Тогда я могу начать действовать Основываясь на том коде Который был записан В слове Поэтому, когда я открываю Свою уста И начинаю говорить Слово Какое-либо слово Что бы там слово не должно было делать Оно должно делать Оно должно происходить Почему? Потому что я это сказал Потому что я Действую Я операционная система Божья Здесь, в Москве Вы Операционная система Бога И временами Бывают вирусы Бывают вирусы Которые прикрепляются К вашей операционной системе Чтобы замедлить вашу исполнительность Есть вирус, который называется Беспокойство Есть вирус, который называется Стресс Есть вирус, который называется Страх Есть вирус, который называется Я недостаточно хорош Есть вирус, который называется, «А понравлюсь ли я им?». Есть вирусы, которые приходят, чтобы прикрепиться к вашей системе. И что вы должны сделать, в тот момент, когда вы узнаете эти вирусы, вы должны использовать слово, потому что слово — это антивирус, который заставляет то, что пытается загрузиться в вашу систему сердца, удалиться, быть удаленным. Or, inside of you, you find the control, alt, delete, button. Control, alt, delete. Ah! И в тот момент, когда вы задеваете их, вы перегружаете свою систему, чтобы она заново началась и действовала гладко. Я не знаю, что прикрепилось к вашей операционной системе. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы в Москве не по ошибке. Вы здесь с целью, и каждый человек, который был назначен тому, чтобы помогать вам, поддерживать вас, чтобы двигать вами в судьбу Божью, он начнет появляться в твоей жизни почти что так, как будто они были приписаны к вам. Почему они приходят? Они приходят потому что вы призываете их. Я хочу, чтобы вы до конца этих выходных как бизнес-лидеры, как бизнес-профессионалы, я хочу, чтобы вы начали записывать что-то, что соответствует вашему убеждению. Я хочу, чтобы вы начали провозглашать и говорить так оно и будет. Потому что Бог сказал и сказал и сказал Бог и Бог увидел все, что Он сказал. Но все начинается с того, что мне надо это записать мне надо это прочитать мне надо это сказать и когда я записываю когда читаю когда говорю я в это верю поэтому я не могу дождаться того, чтобы вы поверили мне я должен поверить за себя и когда я буду сам верить за себя то, что внутри меня оно передастся и вам. Пожалуйста, окажите мне услугу. Я хочу, чтобы вы своему соседу вот так вот потерлись плечом у соседа. Потерлись, потерлись плечами. Кто-то скажет нет, он не сделал. Вот, слушайте меня. Каждый день вы третесь с кем-то через то, как вы думаете через то, что вы говорите вы были когда-нибудь рядом с кем-то кто полонегатива что происходит? На тебя это переходит. Как? Через слова через действия через присутствие выглядит все так мрачно. А вы были рядом с счастливым человеком кто полон восторга о жизни? Как вы чувствуете себя? Это переходит на вас. И тогда мой вопрос к вам как профессионалам бизнеса как вы будете передавать что-то другим завтра? Почему? Ваша жизнь может быть единственной Библией которую те люди прочитают. Ваша жизнь. Поэтому я могу быть в бизнесе но если люди никогда не слышали об Иисусе они знают об Иисусе только основываясь на то как я делаю бизнес. это все что они знают. Поэтому если я честен когда я их приветствую духом любви то внезапно они возвращаются и говорят иди, иди скажи мне почему почему ты такой счастливый? Почему ты всегда помогаешь мне? Расскажи мне. И сейчас это уже возможность дать им причину надежды. Но вы не должны идти и брать с собой Библию и бить ею их по голове. Нет. Мягко. Мило. Делать бизнес в духе превосходства. И потом внезапно они захотят знать больше и начнется разговор и диалог. Сейчас позвольте мне дать вам сколько времени у нас? Мы имеем много времени. Хорошо. Я заканчиваю. Пастор Матсула говорит, что у меня есть сколько нужно времени. Все время. И так. Ну ладно. Хорошо. Быстро, быстро. Вот на данный момент мы поговорили об образе мышления успеха. Который начинается с того, чтобы записать видение, прочитать видение и сказать его вслух, видение. Как же я двигаюсь от фазы начальной в среднюю фазу до уровня мастера, где я понимаю что здесь дело не в том, что я получаю, но в том, что я могу дать. Как я прошу не просто спрашиваю, не просто говорю. Как я слушаю и не просто слушаю. И я ответственен за приобретение за действия моей операционной системы которая позволяет мне быть лучшим из лучших в бизнесе. Когда мы вернемся сюда на следующем уроке после перерыва я хочу поделиться с вами тремя мыслями к тому, чтобы подняться в этой глобальной экономике. И мы поговорим чуть больше об этом позже. Еще что я хочу показать и сказать вам если у вас возникают вопросы которые вы хотели бы спросить меня я хочу, чтобы вы записали их на листочке бумаги я читаю по-русски очень хорошо но, пожалуйста я просто шучу шучу запишите свои вопросы и пожалуйста дайте их в службу порядка служба порядка передаст мне я постараюсь столько прочесть сколько возможно на втором занятии если я не пройду все то моей задачей будет пройти их завтра. Я думаю, что вопросы это очень важно потому, что качество ваших вопросов определяет качество того, что вы думаете качество ваших вопросов отвечает и качество ваших ответов также я рад объявить что у нас доступна книга я так рад это моя первая книга на русском я послал сообщение в твиттере всем людям в Америке я написал из России с любовью но вы можете приобрести эту книгу и я буду рад ее подписать и немного из того, что я говорю на первом занятии находится в первой главе там есть принципы в целом восемь принципов в целом которые я учу об успехе и то, как я написал эту книгу так, чтобы вы как отдельный человек или бизнес вы могли бы брать какую-то часть и делиться ее с другом с членами команды и это то, что вы можете применять моментально есть вопросы есть что-то, что вы можете пройти поэтому не просто читайте но как бы имейте взаимодействие с книгой и здесь всего сколько? 71 страница да, 71 страница поэтому очень быстрое чтение знаете почему ее быстро можно прочесть? потому что мой русский не очень хороший ok, that is it хорошо спасибо за субтитры Продолжение следует...